Приветствую вас, знаете, мне вот показалось, исходя из вашего текста, что у вас чувство вины перед мамой, перед мужем своим или нет, или как. Там что, вроде бы вы всё понимаете, вроде бы вы сделали свой выбор, в плане того, что человеку не может больше доверять. Ну, это плохо, хорошо, это вам решать, да, но не можете вы человеку доверять. Вот, поняли вы, что он там не совсем тот, кем был и так далее. Ну, вот. Что сейчас вас удерживает? Чисто вины перед ним, ответственность перед ним за его жизнь или что? Если ответственность за его жизнь, то откуда это, ну, то есть, почему вы считаете себя ответственным, ответственность за его жизнь и так далее? Ну, может сорваться хорошо, сорвётся то его право, но если он сорвётся, значит, так и так сорвётся, значит, если он делает это не для себя, то есть поймите, если его перемены не для себя, а для вас, то это так или иначе приведёт к срыву в любом случае. Вот. Поэтому тут ситуация достаточно простая. Вот. Важно немножко другое. Важно то, как вы видите свой конфликт. Ну, то есть, в чём, в чём конфликт вашей ситуации заключается. Вот. Потому что, пока не очень понятно. Вот. Есть вариант, что вы сама мобильны для того, что вы слишком много человека вложили, а он позволял себе какие-то вещи. Вот. Вы говорите, например, про доверие, ну, доверие ему, да, что вы не можете ему больше доверять. Я вас понимаю, что вы не можете ему больше доверять, но здесь бы проследить такой момент, а что делает невозможным доверие ему? Страх, что повторится вновь или что? Если да, если в этом трудность, то я могу с абсолютной уверенностью сказать, что это проблема недоверия себе. То есть, ну, вы себе не доверяете. Вот. В этом трудность. Не в том, что он может сделать что-то или может чего-то не сделать. Ну, вот. А именно в том, что вы не доверяете себе сами. Вот. И из-за этого боитесь, что ситуация повторится. Вот. Ну, это естественно в данном случае. И вам нужно научиться, вам нужно, в таком случае, вам нужно научиться доверять себе. Вот. Вам нужно, ну, уметь доверять себе и уметь опираться на себя. Вот. А не на других людей, даже на своего, ну, на своего мужчину, да, на своего молодого человека, на своего мужа. Вот. Дальше идём. Что вас объединяет? Что вас связывает? Мне показалось, что именно такого личностного взаимодействия у вас не особо, чтобы много было. Потому что, ну, как-то вот вы, на мой взгляд, довольно легко от него отказываетесь. Ну, в плане того, что, я понимаю, что наркотики, я понимаю, что вам кажется, это серьёзным, но, во-первых, вы, ну, не даёте человеку шанс. Вот. То есть, как бы, может быть, он действительно исправится. Другой вопрос, что, как бы, опять же, если между вами мало, ну, мало личностного взаимодействия, но зато есть взаимодействие немножко другое. Например, как, ну, как муж и жена, а вы больше взаимодействовали в тядах, к примеру. Вот. Что в таком случае нет ничего удивительного в том, что вы не знаете, что ты делаешь, потому что вы чересчур зависимы. Вот. 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 И эта зависимость связана именно с вашей незамастоятельностью. Так. Дальше. Значит. Вы пишете мучь, попал в аварию, потерял сознание за рулём, начались после этого приступы, сделали обследование, положили, уговорили лечь неврологию. Ну, вот, это момент, да, что значит уговорили, то есть, ну, как понять уговорили, то есть, ну, не в неврологии, то есть против, против, против его воли уговорили или что, или как, как это работает? Зачем уговорили? Зачем уговорили? Зачем уговорили, точнее, если, если он, ну, не хочет, не хотел этого делать, например. Дальше. Эм. Так. На зародине он сбежал, признал, что принял наркотик, а конец за рулём был, был в природе, дома вынес деньги. Ну, вот вы пишете, там, забегаю чуть-чуть вперёд, да, что последние два года я просто истыщена, он стал агрессивным и скандальным, а в итоге ещё такой, такая, всё значит, он стал агрессивным и скандальным. Во-первых, вы это терпели, э-э, по какой-то причине, это первое, то есть, в общем-то вы это терпели, это, терпели вы, э-э, знаете, явно не потому, не потому, что, э-э, вам этого и хотелось, э-э, на мой, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот. А вы это терпели, ну, по другой какой-то причине, вот, надо бы только понять, по какой. То есть, если человек стал агрессивным, там, и так далее, то у него какие-то проблемы, и важно понять, а хочет ли он эти проблемы решать, да, вот. Если вы истыщены, то почему вы, ну, ну, позволяете себе, э-э, быть истощённы, да, например, например, ради чего, как вы к этому, к этому, вот, э-э, ну, пришли к тому, чтобы быть истощённы, это вот всё очень важный момент, на мой взгляд, который нужно вам разобраться. Сейчас получается, что вы, э-э, ну, по сути обвиняете его, в том, что он вам, вот, не дал, того, чтобы вы столько-то в него делали, а он, вот, э-э, так вот, нехорошо с вами поступил. Вот, но при этом, э-э, на мой взгляд, вы, э-э, предпочитали просто, как-то не замечать, того, что у него есть, вот, какие-то трудности, что у него есть какие-то проблемы. Дальше, э-э, после этого пришёл, нажил на лет, там можем избавиться, готов на все лечения, только бы, настолько, чтобы я ему помогла, начала его... Трусить. Не очень понятно, что вы, знаю, что вы подразумеваете под словом «трусить», ну, доп, э-э, и так же непонятно, что готов на все лечения, только чтобы я ему помогла. То есть, это тоже не совсем понятно. Здесь главное, что, что вы ему помогаете, или, то есть, или лечение, что здесь важно, на чём, э-э, ну, на чём здесь делается акцент, я просто, вот, не совсем, э-э, понимаю контекст того, что вы, э-э, ну, пишите здесь, вот. То есть, вроде бы, э-э, понятно, что вы имели, э-э, что вы пишите, а вот смысл не совсем. А-а-а, я взял на дом, так, его займа забрал, несколько дней было в диком щёке, на сегодня не знаю, как быть, как быть, чтобы что? Ола, чтобы что? О, вы, вы спрашиваете, как быть, как быть, чтобы что? Ну, вот, цель-то у вас какая, какая вообще? Э-э, чтобы как-то быть, нужна цель. Вот, без цели, без какого-то, ну, вектора, да, ну, наверное, э-э, действительно сложно, э-э, как-то вот, э-э, ну, понять, э-э, чего вы, э-э, чего вы хотите. Э-э, сложно решить, как вам быть. Цель какая? Если вы хотите сохранить семью, это одно, э-э, ну, то есть, даже не семью, это неправильно, если вы хотите отношения с человеком гармонизировать, это одно. Если вы хотите в себе разобраться, это другое. Если, э-э, там, ну, грубо говоря, вы хотите, там, помочь мужчине, да, то есть, ну, просто, там, помочь человеку, в том плане, чтобы, э-э, больше не повторялась такой история с наркотиками, что ему нужна помощь психологическая, потому что одного лечения только мало, вы будете, э-э, ну, постоянно тревожиться из-за того, что он может, ну, там, снова, снова начать, э-э, принимать наркотики и так далее. И он их будет принимать, если проблемы психологического плана не решить. Вот. Плюс, э-э, на мой взгляд, вы, ну, будете же, э-э, постоянно его контролировать, да, то есть, ну, пусть постоянно, э-э-э, ну, делать так, чтобы он, вот, вам, там, доказывал, что он не начал опять принимать. Это будет постоянная история, ну, это будет постоянная история про напоминание, напоминание, и ему, значит, о том, что, вот, он, там, ну, может опять, э-э, ну, принимать наркотики, вот. Так что, с чего вы хотите-то? Воп-воп-воп-вопрос. Дальше. Так, я его видеть не могу, он убил, на этом поступке просто все, что мол, ну, что именно, что именно он убил. Вы пишите, я спасла его, все нам не было. Опять же, э-э, это жертва была или что, что вы сейчас об этом говорите? Или он, наверное, благодарен должен быть за то, что вы его спасли? Какой контекст? О фирме просто идеал, они, как я сказала, абсолютно. Угу. И вам не показалось это странно, 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 что все идеально? Проблемы-то всегда должны быть. Э-э, так, последние два года, так, но об этом я говорил, что я сейчас делаю? Что делать, чтобы что? Видеть его не могу. Почему? Дали звонить, э-э, пытали познать, не плачь, остыл, да все придумал. Так он дорог, обратно, не могу его даже и видеть. Опять же, почему? Ну, скоро выйдет реабилитация, я ему скажу о разводе, может сорваться. Так, ну, про это, про это мы уже говорили. Да, в игре нет, не могу больше поверить, хотя прожил 23 года, хорошо прожил. Ну, мне кажется, вы сейчас, э-э, травмированы немного, в том, что произошло, вам прям прожил, а дальше уже легче будет. То есть э-э, эмоциональный, эмоциональный тонус вам бы снизит сейчас, а дальше будет легче. То есть подумайте, как вы, как вот эмоционально просто прожил то, что вы чувствуете. Желательно, побыстрее до того, как его, его выпустят оттуда. И обязательно работаю с психологом вам и ему. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго.